А на сегодня у нас серия какая? А серия десятая. Мне десяток минало. Я пас ягнятов за селом. Что непонятно. Десять уже. Ничего себе. Десять серивов. А вы там это. Вы не забывали, чтобы давать педали? Правильно? Вот это потому, что не надо забывать. Не надо. Без этого ничего не будет. Не забывали. Вот то. А на сегодня у нас уже серия десятая. Уже точно. Серия десятая. Погнали. Дали. Какая радужная перспектива. И она зло улыбнулась. Но раз уж ты заговорил о мудростях, то да, Кирилл, все верно. Насильно мил не будешь. Запиши эту глубокую мысль на бумажку и приклей себе на лоб. А еще есть поговорка «Лучше быть одной, чем с кем попала». Ясно? А я не кто попала, Ксюш. Я тот, кто тебя по-настоящему любит. Кто ценит твой ум, твою целеустремленность и всегда готов прийти на помощь. Я всегда. И да. И да. Спроси у Лины, кто тебе эти дни снабжал всем самым необходимым. И кто в итоге говорил с твоим начальничком, чтобы он от тебя отвалился своими претензиями. Женька благородно передал инициативу мне. Пока хорошо и с толком проводил время в таежных лесах. Пока хорошо. А что значит хорошо и с толком? Ну, это он тебе сам расскажет уже. Если все-таки доедет до тебя, а не пошлет телеграмму с почтовым голубем. «Он что, вернулся?» «Вернулся», — я ответил на выдохе. «Когда?» «Да вот, сегодня». «Думаю, нам пора прощаться». И она принес кусать губы. «Спасибо, что навестил. И за все остальное тоже спасибо. Провожать меня не надо». Хотела сделать шаг в сторону, как Кирилл сразу же поймал ее за руку. «А еще кое-что забыл сказать». «И?» «У нас с Женькой есть одна общая черта. На двоих. Мы оба очень упертые, когда чего-то очень хотим». «Я знаю. Как бараны те. Мне что, пора бояться?» — смерила его взглядом. «До скорой встречи». И он отпустил руку. «Прощай». «Домой Кирилл вернулся в уже привычном для него состоянии апатии. Последняя на сегодня дежурная улыбка была отдана консьержке Валентине Михайловне. «Ну, а теперь все. Теперь уже можно расслабиться». «Ксения снова послала к черту. Ну, ничего. Надо просто дождаться. Когда Женька встретится с ней и когда он поговорит. Уж он-то жалеть ее точно не станет. Он никого никогда не жалел. Для него все люди делятся на две категории. На временно полезных и на вообще бесполезных. Так было всегда, навеки вечные». И пока брат с отцом шли по головам, выстраивая свою миллиардную империю, он поддерживал мать. Потому что кто-то должен же был поговорить с ней. Кто-то должен был жалеть ее. Сочувствовать или радоваться. Да хотя бы элементарно сопровождать на прогулке. Все-таки у нее начался жуткий артрит. Женька, как уверовал в то, что она больше любила младшего сына, так и живет по сей день с этой мыслью. Оправдывает ею свой эгоизм. Эго. Признавать не хочет, что проблема-то в другом. В нем самом проблема. В его неспособности воспринимать проблемы других. Ему проще делать дело. И отец был точно таким же. Дельцом от природы. Эх ты, дельцов вродили. И вот так вот с этими мыслями, мои скакуны, так он и проворочился в постели до самого утра. Даже коньяк ему не помог. В итоге так и встал. Еще шести не было. Надо бы побольше узнать об этой Лизе. Да и мальчишке обещал подарок. А если он обещал, то значит мужик сделает. И после завтрака собрался и первым делом отправился в магазин игрушек. На работу сегодня можно не торопиться. Все, что от него требовалось, он уже сделал. И теперь очередь Женьки. Пусть он там поработает. Пусть отведет душу. Ведь работа — это то, ради чего он, собственно, и существует. Живет. Существо. И как же была удивлена Лиза, когда встретила его на пороге. Тут как тут. Добрый день. И она растерянно улыбнулась. Добрый. И он потряс пакетом с логотипом популярного конструктора Лего. Лайгот. Ложися. Я тут вот... Ну, не каждый день узнаешь, что у тебя есть племянник. Понимаете? Или я не вовремя? Женька дома? Ну, почему же не вовремя? И скорее отошла в сторону. Проходите, мы все равно ничем не заняты. А Женя уехал рано утром. Поскучал, наверное, по трудовым будням. Заскучал. И он зашел в дом. И тут и Пашка пробежал. Тык-тык-тык. Привет, Павлик. И Кирилл пожал им руку. Ну, как дела? Холосо. И тут уставился на пакет. Это за меня? Да? Тебе-тебе. Вместе соберем? Давай. Тогда держи. И он вытащил из пакета большую коробку, на которой был нарисован пассажирский лайнер с беспечерской вышкой. Добрый вечер, пан диспетчер. Добрый вечер. А? Прайват лайнер? Ничего себе. Самолетина. Ух ты! И тут аж запрыгал на месте. Ага. Запомни. Твой дядя очень щедрый человек. И тут расплылся улыбкой. Запомни. Спасибо. И он схватил коробку и помчался в гостиную. Все. Полетел самолет. Спасибо вам. И тут вступила Лиза. Может, пообедаете? Я как раз приготовила. А вы знаете, я не против. И он снял себе пальто и разулся. И давайте вот это на ты. Мы все-таки почти жужжа родственники, как-никак. Давай. Честно говоря, она не понимала, что происходит и зачем он вообще приехал. По крайней мере, со слов Евгения, Кирилл не очень хороший человек. И единственный его мотив знакомства — это собрать побольше, побольше информации. Ну как? Отдохнулись дороги. И он зашел в кухню следом за ней. Да, вы знаете, более-менее. Ну, я же сказал, на ты. И Кирилл сел за стол и осмотрелся. Да. А долго же этот дом пустовал. Дожидался. А что, Женя здесь не жил, что ли? Да нет. Как вот построил его, вот так вот и все. Забросил. Все. Эту заброшку. И закрыл на ключ. Приезжал потом только, чтобы проверить, все ли тут в порядке. Вот и все. Лиза тем временем подала ему тарелку горячего борща с двумя ломтями домашнего хлеба. А компот? Вот это красота! И тот аж присвистнул. Вы ешьте, а я сейчас за Пашей схожу. Через минут пять они все уже сидели за столом. Лиза кормила сына, который был всецело занят изучением инструкции по сборке своего самолетика. Кирилл с искренним интересом наблюдал за ними. Все-таки и Евген сломался. Лиза, не выставил перед женскими чарами. Кто знает, кто ж на. Может быть, и он скоро познает, каково это, вот так вот, иметь семью. Да, это было потрясающе. И он отставил пустую тарелку. Спасибо, Лиза. Руку на сердце положа, такого борща я еще никогда в жизни не ел. Остается только позавидовать Женьке. Спасибо. И та покраснела. Как той буряк в борще-то, швеколушка. А он знает, что ты здесь? Она спросила. Нет. И он пожал плечами. Не переживай. Ну, даже если узнает, претензий к тебе никаких. Я же ведь сам приехал. Да дело не в этом. В этом, в этом. Мой брат очень слишком подозрительный и не там, где надо. Еще не доверяет мне от слова совсем. Угу. А разве есть поводы? Нет. Ну, если повода нет, его всегда можно придумать. Ты же сама его знаешь. И он улыбнулся крайне заразительно. Кирилл, как прямая противоположность Жени, без конца улыбается, шутит, как тот инь-янь. Ага. Точно. Да и не важно это. Я приехал просто познакомиться поближе. Вот с племянником подружиться. Дядя Кирилл. И вот и Пашка справился со своей порцией. А ты мне не поможешь? Дядя Кирилл. Ха. Ну, еще бы. И сразу поднялся. Спасибо, лис, еще раз. Это он указал на тарелку. Это все-таки великолепно. Шедевер прямо. Ну, действительно. Увы, теперь глубоко, одинокий и местами несчастный родственник Женьки будет периодически околачиться около вашего двора. Все. Вот так и сказал. Как подчеркнул. И все-все-все-все-все-все. Больше не смущаю. И подошел к Пашке. Ну-с. Пойдем творить. Творы делать, а? Ха-ха. Пойдем творить. Идем. С радостью поспешил за ним. Следующие полчаса Лиза наблюдала за тем, как Кирилл, сидя в позе лотоса на ковре, собирает с Пашкой самолет. О, ты. Еще те. Конструктеры. Такое ощущение, что вся жизнерадостность досталась Соколову-младшему. Ну, действительно. Со стороны именно так. Тогда как старшему осталась вся-вся-вся, вся самая угромость. Как кучей навалила. Зато на лицо они очень похожи. Оба темноволосые, смуглые, высокие и здоровые. Правда, Женя все же поздоровее будет. Ну, тот здоровый, как шкаф. Мама, мама, посмотри. И подбежала к ней с самолетиком в руках. Вау. И встретила взглядом с Кириллом. Тот сидел уже с вытянутыми ногами, демонстрируя на этот раз синие-оранжевые носки. О, ты. Носки. Дядя Зене показу, когда пледет. И помчался играть с новой игрушкой. Ну, смотрю, он в восторге. Спасибо, Кирилл. Ну да. Как от твоего борща я. Точно. Да не за что. Я обязан был реабилитироваться за вчерашний визит. Да и потом. Скоро Новый год. Так что пусть Пашка загадывает желание Деду Морозу. Все. Цельные списки пусть пишет. Не хай. Скажи. И вдруг он стал серьезнее. Эта вся эта история с крушением вертолета, это что, правда? Правда. А что, у тебя есть какие-то сомнения? Ну, зная скрытность своего братика, мало ли, знаешь. Ну, не думаю, что он стал бы такое прям выдумывать. Ты права. Это уже моя неугомонная фантазия дает о себе знать. А он что, разве тебе ничего не рассказывал, что ли? Конечно, нет. Но не подумай только, что я приехал выуживать пикантные подробности про Пажи моего брата. Ты так не подумай. Несмотря на свое любопытство, я понимаю, что такое личная жизнь. И очень рад знакомству с вами. — Пашка вообще мировой парень. Ты ведь знаешь, что он очень похож на нашего отца? Ты ведь это знаешь? — Нет. И она мотнула головой. — Не знаю. — Ага. И тут резко поднялся и направился в коридор. А через минуту вернулся с бумажником, с которого на ходу достал фото. — Смотри. И он вручил ей. На полароидном снимке были двое. Мужчина и женщина. Он натуральный блондин. На всю улицу такой один. С голубыми глазами, полными серьезности. И она жгучая брюнетка с открытым добрым взглядом. Да, Паша действительно точная копия их отца. Ну, компия. Это ж надо же. А она все удивлялась, с кого он такой вылупился. Получился. — И правда. И она грустно улыбнулась, после чего вернула ему это фото. — Скажи, Женька тебе хоть что-нибудь о себе рассказывал? — Да ты знаешь, мало чего. Если точнее, это вообще ничего. Ни тогда, ни сейчас. Только лишь вчера поделился характеристикой брата. Видимо, для того, чтобы она заранее смотрела на него с подозрением уже. — Ясно. Значит, расскажет еще. Это да. И она вспомнила, что в его квартире и намека не было на семью Даш. Только фотоальбомы самого Жени в детстве. Даже брата не было ни на одном фото. Ни на едином. По сути, она не знает этого человека. Вовсе. На это, видать, и был расчет. И почему он привез их именно в этот дом? Да, она не выбирала. Она согласилась сразу. Но Соколов и не заикнулся о городской квартире. Ведь так? Ладно. Поеду я. И он убрал бумажник в задний карман. Да, видимо, сболтнул лишнего. В итоге Лиза расстроилась. Что значит одно. Между ними все очень и очень сложно. Девушка полна сомнений. К тому же чувствует себя здесь, мягко сказать, неуютно. Не в своей тарелочке. С голубой каемочкой, да? Другая бы уже бегала, наводила везде тут свои все порядки. А Лиза нет. Увы, такая не сладит с братом. Да, да, она как бульдозер переедет. И все. Мама-то с отцом справлялась с большим трудом, с огромным. И только потому, что была женщиной мудрой. Однако перед самым уходом Кирилл развернулся к Лизе. Ну, прости это, если сказал что-то не то. Да все в порядке. И она тут же встрепенулась. Ну, все же. Прости. А еще почесал затылок. Можно я буду иногда приезжать? С Пашкой там поиграть? Пообщаться? С племянничком? Ну, так уж вышло, что после смерти родителей у нас больше никого. Род Соколовых оказался под угрозой. Угу. И он тут усмехнулся. Но, оказывается, еще не все потеряно. И он помахал Пашке. Ну, все. До встречи. Пока. До встречи. И он приезжал к себе в самолетик. Конечно. Приезжай. Обещаю, излишне надоедать я не буду. Так что до свидания, Лиза. До свидания. И она закрыла за ним дверь. И Пашка в этот момент подошел к маме. А дядя Кирилл ведь все, все приедет? Обязательно, Паш. И она взяла его за руки. А сейчас пойдем собираться на улицу. А можно, можно я самолетик с собой возьму? Бери. И пока она одевалась сама, как одевала сына, никак не могла отделаться от мысли, что Кирилл приехал с определенной и четкой целью. Здесь ничего не бывает просто так. И, скорее всего, он добился, чего хотел. И снова стало горько и обидно. Ведь правда, она ведь ни черта не знает о Соколове, кроме как о его повседневных нуждах и некоторых вкусовых предпочтениях. Домохозяйка. Или все совсем не так, и она надумывает то, чего нет. Ну, приехал, подарил ребенку игрушку. Но ведь он и не расспрашивал толком ни о чем. И показался очень даже дружелюбным и простым человеком. Неужели она с Пашкой может стать для кого-то проблемой? Ну, неужели? Наследство Соколова ей не нужно. Хотя, если Кирилл был настолько обижен на брата из-за совещания, кто знает, что у него там в голове на самом деле. Завещание. Сие. Евгений в это время уже закончил с делами и намеревался поехать домой. Однако у самой машины на телефон пришло СМС. Пэм-пэм. Я знаю. Ты вернулся. И нам срочно надо поговорить. Пожалуйста, не игнорируй. А Кирик молодец. Процедил. Уже успел доложиться. Ну. С другой стороны, он так и так собирался поехать к ней. Правда, только завтра. Но, коль сама требует встречи, то будет ей встреча. Будет тебе. Раньше поговорим, раньше все и закончится. И, предупредив Лизу, что задержится, отправился по указанному в СМС адресу клиники. Что будет говорить Ксении, толком он не знал. Вернее, скажет то, что уже говорил. Что ребенка не бросит, что он все поддержит. Но на большее пусть не рассчитывает. Он достаточно ошибок допустил в своей жизни. И пусть это будет последний. А Ксения в это время сидела на кровати и, разложив на одеяле косметику, наводила красоту. Все-таки перед Женей надо выглядеть соответствующе. А рядом с ней на стуле сидела верная подружка. М? Советница. Я, конечно же, за тебя. И она приложила ладонь к груди Лина. Но просто предупреждаю. Затеяла ты очень опасную игру, подружка. Ничего опасного. Не нагнетай. И посмотрела на нее, оторвавшись на пару секунд от зеркала. Я уже все-все продумала. У моей тетки есть очень хорошая подруга, которая работает в сетевой лаборатории. За щедное вознаграждение она мне любые проценты нарисует. Какие хошь. Ну, а если что пойдет не так, всегда можно списать на случайно испорченные образцы. М? Или ошибку лаборанта-практиканта. Всегда ведь можно. Они периодически берут к себе на стажировку молодняк. И я это знаю. Но все же Соколов серьезный мужик. Если он засомневается, пойдет и сам сдаст образцы в другой лаборатории. Что тогда? Неужели не думал об этом? Что ты тогда будешь делать? Я постараюсь сделать все так, чтобы он даже не засомневался. И наязвительно ухмыльнулся. Я буду максимально осторожное. Никакого давления. Никакого навязывания. Пусть считает, что мне от него ничего не надо. Угу. Тогда в каком случае, в таком каком случае, на кой черт ты его вообще позвала сюда? Зачем ты ему писала все эти дни? Тебе ничего не надо, что ли? А я просто хотела понять его настроение. И как? И она закинула ногу за ногу. И руки сложила на колени. Господин лесной барон уже выбирает коляску, что ли? Нет. И она скривилась. Он дал понять, что ребенка он не бросит. А меня лесом. Хм. Ну что ж, поздравляю. Ты в полнейшей заднице, подружка ты моя. Он калач тертый. Ты с ним не справишься? Крепкие орешки. Тебе на ковальне не хватит его разбить. Что ты, Нине? Главное, что он в целом спокойно воспринял новость о ребенке. Вот и все. И она принялась подводить карандашиком свои губы, трубы. А когда малыш появится, когда Женя впервые возьмет его на руки, вот тогда, глядишь, и мужское сердце и оттает. Угу. А если нет? Лин, ты здесь вообще для чего? Как стенка, что ли? Нет, просто я не понимаю, что ты будешь делать, если твой замысел пойдет по-по-по-по-по-по-по пойдет, а? В общем, провалится. По трынде. Ты ведь уже лажаешь, дорогая. И уже лажаешь конкретно. Я же вижу. А я не лажаю, дорогая. Я иду ва-банк. Как и известно, кто не рискует, тот не жрет доширак на завтрак, обед и на ужин. Угу. Ну и потом я хочу быть с ним не только из-за бабок. Вот Соколов ты ж видела, какой он охранительный. А Кирилл? Как с ним? Дубль два. Он же за тобой собачонкой бегает. Смотри, еще надоест бегать. Обидится. И начнет мстить. И мстя его будет страшна. Что будешь делать? Ну, что ты нагнетаешь? Не начнет. Этот трусливый недоделок больше всего на свете боится, что брат отлучит его от макармушки. Все. Он только этого и боится. Я бы на твоем месте все-таки не была так самоуверена. Люди способны удивлять. Ну, ты ведь не на моем месте. И она убрала зеркальце в косметичку. Ты в свое время просрала шикарнейшего мужика. А в итоге он развелся и с другой бабой он рассекает по Средиземному морю на двухпалубной яхте. А ты где? А ты вот сидишь здесь. Пытаешься меня убедить в том, что я не должна рисковать. Ха, смешно, Лина. Ну да, Савина, из-за гормонов или нет, но ты превратилась в конченую сучку. Да брось. Я это не со зла. Просто бесит, когда начинаешь вот это поучать. Учителька. Я любила Лаврентьева. И также была слишком уверена, что он любит меня. Ну и могла бы и дожать его. А с той второй мы бы как-нибудь справились. Ну что вы. Угу. Ты возгордилась, да? Гордость. Ну, по твоей логике, мне надо было закрыть глаза, что ли, да, на его кобелизм. И как ты говоришь, вабанк, вперед идти, что ли? И что, каждый раз закрывать этот вабанк, когда он находил бы себе новую третисортную модельку, да? Зато жила бы, припеваючи. Да я и так неплохо живу. Но-но. Только я хочу жить не неплохо, а очень хорошо. Шикарно. Ты хочешь подсунуть зубру ребенка и его брата? И не жалуйся потом, если он об этом узнает и решит размазать тебя тонким слоем по асфальтику. Даже не жалуйся потом. Слышишь? Не размажет. У Соколова, вопреки убеждениям многих, сердце есть. С виду, да, он, может, и буровая машина. Но внутри... Внутри этой машины находится удивительно нежный механизм. И когда это ты успела его настолько хорошо узнать, все те механизмы? Позвольте ко мне спросить. А для этого достаточно посмотреть на его отношение к неудачнику-братцу. И все. Кирилл спустил в унитаз все оставленные ему в наследство деньги. Вложился в несколько венчурных проектов. В итоге эти компашки накрылись медным тазиком. Все. Жена на тот момент... Женя на тот момент видеть его не хотел. Но когда Кирилл приполз, он не смог отказать ему в помощь. Более того, сделал своим замом. Допустил к важной информации. И тем самым развязал руки. Ай, тоже мне сравнила. Срав, чини. И она закатила глаза под лоб. Но ты же, брат, все-таки с чем ты сравниваешь? Ты, срав, чини. Ну, да. Однако, кроме брата Соколов, уже не раз помогал и своим рядовым сотрудникам. Причем на безвозмездной основе. Знаешь, кто-то его люто ненавидит. И, я полагаю, заслуженно. А кто-то и боготворит. И она довольна и улыбнулась. Ай, ладно, подружка. Больше взывать к здравому смыслу я тебя не стану. Действуй. Но знай. Будь готова ко всему. Буровая машина. А ты за меня не беспокойся. Я всегда и ко всему готовая. А взгляд на мгновение да потяжелел. Потемнел. И знаю, у меня всегда есть план Б. Угу. А я даже не буду спрашивать. В общем, он уже скоро будет здесь. И она собрала в косметичку все оставшееся. Хочешь, можешь подождать в холле. Ну, а не хочешь? Поезжай домой. Нет уж, я лучше подожду. Соколов приехал буквально через полчаса. Ксению в палате застал одну. Она лежала с книжкой в руках. М? Актриса. В помещении горели ночники. Пахло непривычно духами. А не больничными ароматами. Хм. Все заготовлено. Там еще есть служба поддержки у нее вон за стеной. Дожидается. Угу. Ну, привет. И он положил на стол пакет с гостинцами. Все-таки с пустыми руками явиться было бы совсем неправильно. Так что так и пришел. Привет. И она расплылась с широкой улыбкой, после чего поднялась и подошла к нему. Я так соскучилась, Жень. Выглядишь значительно бодрее, чем последнюю нашу встречу. Ну, ты тоже, смотрю, хорошо выглядишь. Ты прости, но я ненадолго. Дела. Понимаю. Не успел вернуться, как уже сразу же на работу, да? А как здоровиться? В норме. А у тебя как? Словами ж тем звучали, как никогда дежурно. Сносно. И она вернулась с кровать, хотя было дикое желание обнять его, но нельзя, не можно. Он явно не в духе сейчас, притом наверняка заготовил малоприятную речь. Снова о своем расставании. Ты хотела поговорить. И он опустился на стул. И я тоже. В общем-то, я хотела просто тебя увидеть, но знал, ради этого ты не поедешь. Ясно. В таком случае буду говорить я. Ладно, давай. И она грустно усмехнулась. Пали. Ой, только давай вот без этого, Ксюш. И он насупился. Мы оба в курсе, что и как. Ну, разве что есть один момент, о котором ты все-таки не знаешь. Удиви. Постаралась делать невозмутимое лицо. Однако внутри все содрогнулось. У тебя другая? И она выпалила. Пали. Быстрее, чем даже подумала. Да. А еще у меня есть сын. Что? И она так и застыла на месте. Кровь вмиг отлила от лица, а в груди издавила. Сейчас разродишься. От нее? От нее. Я люблю эту женщину. И почему? А в горле резко пересохло. Отчего с трудом получалось говорить. И почему я только сейчас об этом узнаю? Значит, ты любил ее? А параллельно спал со мною? Все не так. Совсем не так, как ты думаешь. Мы однажды расстались. И очень надолго. И вот мы снова встретились, когда мой вертолет рухнул там в лесу. М-м-м. Белые чувства взыграли, выходит. И она принялась нервно крутить кольцо на пальчики. Как по-сериальному, однако, получается. Наверное, выхаживала тебя там, да? Бульончиком поила. Дай угадаю. Она была медсестрой в больнице, да? Где ты лежал? Или, может, в газете прочитала и примчалась спасать? Нет. И он подался вперед. Все было совсем по-другому, Ксюш. Но это уже не важно. Важно то, что я теперь с ней. Здорово. Уехал холостяком, а вернулся чуть ли не на образцовом с семьянином, да? Смотрю, крушение пошло тебе только на пользу, Соколов. И она зло усмехнулась. Но можно сказать и так. Твою злость я понимаю. И повторюсь, что ребенка я не брошу. Если, конечно же, он мой. Ох, как! И она уставилась на него взглядом полным ярости. Ты, змея! Хотя чего было еще ждать? Конечно, там ведь твой ребенок на сто процентов. А я по закону жанра нагуляла, да? Ведь я так очередная охотница за большими деньгами богатого привилегированного дяди, да? Да, верно я говорю. Ничего не упустила. Ах, ну не устраивай ты истерик, пожалуйста, а? Я буду помогать ребенку, но только своему ребенку, Ксюша. Будет мой, без проблем. И сейчас я тебе тоже помогу. А, своего рода кредит доверия. И она закивала. Это очень благородно. В твоем духе, так сказать. Да, в моем. Так вот, знай. Этот ребенок твой. И она отвернулась. Театрально. Больше не смею тебя задерживать. И начала смотреть в окно. Поправляйся. И через минуту дверь за ним закрылась. И еще через пару минут снова открылась. Только на пороге уже стояло все. Служба помощи. Спасение. Девять один один. Лина. Ворвалась. А, увидев рыдающую подругу, сразу же поспешила к ней. Все. Помощь. Сос. Эй, ты чего? И она скорее обняла. Что он такого тебе наговорил? Он мне... Он мне... Он мне... И произнесла сквозь схлипывание. Он мне все сказал. Все. Ублюдок чертов. Ух, мудак. Ненавижу этого урода. Ты что сказал-то? Этот сукин сын еще не понимает, с кем связался. Я ему устрою счастливую семейную жизнь. Так. И она подскочила. Мне пора домой. Все. Все. Хватит. Належалась тут я. Ксюш, ты какого хрена творишь вообще? Какой домой? Пойду. И она воткнула ноги в тапочки. Расписку напишу. Пойду. А ты помоги мне здесь вещи собрать. И она устремилась на поиски дежурного врача. Все. Вабанг пошла. Вперед. Северный флот. За две недели, что Лиза прожила в доме Соколова, изменилось очень многое. Самое главное, Евгений открылся для нее с совершенно другой стороны. После работы он всегда спешил к ним, вечерами много времени проводил с сыном. А ночами порой до изнеможения доказывал ей свою любовь. Что, повернулась монетка? Орел и решка. М? Вроде бы. В какой-то момент даже пришлось сказать «хватит» за эту ночную любовь. Все-таки Соколов не юноша, и на утро ему надо быть человеком. Работать надо бно. Только вот Лизу не отпускало чувство тревоги. Она не могла до конца расслабиться. И, как советовал ей отец, жить счастливо. Ах, счастье, счастье. Что это слово значит? Ха, счастье вообще. Слишком много лет потратила она на то, чтобы убедить себя в том, что Женя безнадежен и навсегда потерян для нее. А Соколов никак не мог пробить эту броню и убедить ее в обратном. Ну, никак. И вот сегодня он приехал в офис за два часа до начала рабочего дня, чтобы поскорее решить все намеченные вопросы и пораньше оказаться дома. Для него тоже все изменилось. Кардинально и резко. У него теперь есть семья. Есть любимая женщина. И есть сын. Наследник. И пусть Лиза еще не простила его, тем не менее они уже семья. Ксения была права, как никогда, сказав, что крушение пошло ему на пользу. Это да. Ведь если бы не оно, но вот действительно, то он точно не встретил бы Лизу. И даже не узнал бы о Пашке. Не прошел этот своеобразный обряд очищения в доме егеря. Соколов сидел на диване в своем кабинете с планшетом в руках. Просматривал почту. Но мыслями был дома с Лизой. Именно там. А может взять да и полететь всем в отпуск, а? Куда-нибудь к морю. Пашка уж точно будет в восторге. Глядишь, и Лиза тоже отвлечется. И тогда он набрал знакомому турагенту. Все. Решать дела надо. Доброго дня, Елена. У меня к вам будет просьба. Подберите, пожалуйста, двухнедельные туры куда-нибудь. Ну, туда, где сейчас плюс 30. М? Нет, отель нужен максимально ориентированный на отдых с детьми. Именно с детьми, слышите? Ну да. Ну, хотите, можете поздравить. Ну-ну. Ага. Благодарю. О, во, вот и отлично. Хорошая идея. Поездка им всем пойдет на пользу. И что важнее, именно там он и задаст ей самый главный вопрос. Кольцо он уже заготовил. Ты, лесозаготовка ты, а? Почему не приготовил ты лесозаготовки ты, заготовительные? Ну, о чем бы не? А что ты чепляешься? А когда хотел вернуться к почте, дверь открылась. Бздень. И на пороге стоял Кирилл. Ну, долго еще это будет продолжаться, а? И бросил на брата недовольный взгляд. Он уже неделю выглядит, как тот бомж с бодуна. Одна и та же рубашка, он уже третий день. Когда такое было? Щетина, растрепанные волосы, глаза, как у вордалака. Шо за мазафака, а? Надо шо-то делать, надо шо-то решать. Все признаки запоя налицо. Ну, о причинах Киря молчит, как тот партизан. Аки, мазафаки, вы шо тут все сговорились? Чешо. А я тут тебе документы на подпись принес. Вальяжно проследовал к столу и бросил на него несколько папок. Как подпишешь, набери. И уже собрался был обратно, как Евгений не выдержал. Все, закипел чайничок. А ну, стой. И он как гаркнул так, что тот встал, как вкопанный столбик. А затем на пятках развернулся к Евгению. Кругом. И изобразил недоумение в глазах. Какого хера с тобой происходит, а? Мне уже надоело дышать твоим перегаром. Ну, временные трудности, пожал тот плечами. Скоро буду в норме. Бодрячком. Ну, если что-то серьезное, выкладывай. Мне не впервой вытаскивать твою задницу из проблем. Сразу говори. Как есть все. Поверь, братец. Из этой проблемы вытащить мою задницу тебе не... Тебе уже не под силу. Оно и не нужно. А потому что я сам разберусь. Что? Личное? Бинго! Ага. И тот даже щелкнул пальцами. Ага. Пашка тебя чуть ли не каждый день там спрашивает. Ждет в гости. Ну, как восстановлю свое душевное равновесие. Вот тогда обязательно и приеду. Прилечу. А, да. Все хотел спросить. А ты ведь рассказал Лизе Аксении? Ты рассказал? А почему это тебя волнует? По привычке тот нахмурился. Просто она после вашего последнего разговора, мягко говоря, она обижена. А обиженные женщины, это ты сам знаешь, создания очень мстительные. Угу. Я мстю. Ха-ха. И мстя ее страшна. С Ксенией я был честен. И я сказал все как есть. А, значит, Лиза еще не в курсе, да? И он покачал головой. Рискуешь, Евген. Рискуешь, Евгений. А мне кажется, тебе лучше сконцентрироваться на своих собственных проблемах. Угу. А, ну да, да. Жалко будет, если снова ее потеряешь. Иди, Кирилл, знаешь куда? Иди, Кирилл, покури. Кириша. А лучше прими душ и причешись. На что брат как-то двусмысленно усмехнулся, после чего покинул сей кабинет. Соколов, в свою очередь, отложил в сторону планшет и заложил руки за голову. Он собирался рассказать Лизе о Ксении, но так и не собрался. Да, черт побери. Ему страшно. Лиза с большой долей вероятности пошлет его далеко-далеко. И надолго после такого-то откровения. Она по-прежнему не доверяет. В каждом слове пытается узреть двойной смысл. А то и тройной. А деколончик. Да и вообще, если ребенок Ксении не от него, тогда и проблемы по сути-то нет. Ну, ведь по сути. Но это станет известно только и только после родов. Тоже не вариант тянуть столько времени. Так что рассказать придется раньше. Твою мать! Произнес он на выдохе. А Лиза тем временем гуляла с Пашкой на новой площадке. А? Все уже устроил. Вот ты, достигатор. Решалова. Три дня назад, да, действительно, приехали рабочие и все порешали. Вот тебе. Тройная решалова. Приезжали рабочие и установили огромный игровой комплекс за домом. О, нифига себе сарайку устроили. Та це, как моих сараев, десять чешо. Теперь у ее малыша был действительно целый плацдарм для игр. Закрытые горки. Открытые горки. Всяческие веревочные мостики, лестницы, качели. Цельный лунопарк, что ли. Ну да, даже полоса препятствий. Ну и, конечно же, просторная песочница, как и обещал. Мужик сказал, мужик сделал. Все срубил. Расписывайтесь. Ну, стоит ли говорить об инвентаре в виде лопаток, ведерок, формочек и машинок? Это так, мелочи. Ну уж чего-чего. А денег соколов на Пашку действительно не жалеет. На нее тоже, конечно. Но если траты на сына она еще более-менее готова принимать, то на нее саму... О-о-о, это да. Это с большой неохотой. Из-за чего Женька очень-очень злился. Евген. Она и раньше никогда ничего от него не просила. Вообще ни от кого. Ей куда приятнее было самой зарабатывать. Что, в общем-то, и продолжает делать. Так как не устала бросать бухгалтерию, несмотря на просьбы Соколова. Ну, пусть деньги скромные, удаленно, зато заработанные своим собственным трудом. Причем она хотела отправлять их отцу. Но он, как всегда, наотрез отказывался. Как отказался и от денежной благодарности Жени. А, мои наследницы. Привет, пап. Она связалась как-то с ним по видеозвонку. Ты как там? Ну, хорошо, доча. И тот даже улыбнулся. А вы там как? А ну, рассказывайте. Честно? И она села на лавочку. Ну, а как же. Очень домой хочется, пап. Что, ссоритесь, что ли? Да нет. Просто даже не знаю. Чувствую себя здесь как-то, как в гостях, папа. Ну, это все из твоей головы идет, Лиза. Это все твоя голова. Мозги. Это все только оттуда. Ну, я же уже тебе говорил. Ну, отпусти ты все эти обиды. Ну, отпусти. Хай плывут соби по течению. Ну, дай мужику почувствовать. Почувствовать себя мужиком рядом с вами. А? Ну, ты же не мужик. А то вот это вечно виноватым ослом. Ози вас ходить. Ну, дай ему хоть, ну, хоть строжки почувствовать. Почувствовать. А? Я попытаюсь, пап. Так, попытаюсь. А ну, давай-ка лучше меня Пашку позови. А ну, позови Пашку. Дай вень там лазить. И она пошла шукать. Пошла за сыном, который как раз скатился с горки. И-а. Паш. И она поймала его. Скажи дедушке привет. И навела на него камеру телефона. Плевет. И он помахал широкой улыбкой. — Я не ослышался? Ты шо, там уже рычать начал? — Да. Прлевет, дед. Прлевет. — Ха-ха-ха. Ты тигера ты. Шо, тигру вырос уже. Ты когда-то рыкать научился? Да, кивнула Лиза. Это все Женина услуга. По вечерам все ходят вдвоем и распевают песню вот эту, что ты любишь. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Едем грабить короля. И Пашка его во всем слушается. Ну, ни хрена себе, тру-ля-ля. Ха-ха-ха. Ничего себе тополя там. Ну, значит, тру-ля-ля, значит, тру-ля-ля работают труселяки. Тру-ля-ля. — Ага. Вот видишь? Я ж тебе говорю. И муж, и лагопед в одном лице. Тру-ля-ля. Ну, а про мужа ты это загнул, пап. И она прыснула. — Я уверен, скоро ты меня кольцом будешь хвастаться. О? Ауди. Ха-ха. Ауди книга. Шо ваш пять колец. — Ой, рано ты об этом думал, пап. Рано даже думать. Даже если он и рискнет предложить, то я все равно не соглашусь. Пап. — А, ты. Глупая ты. Управая ты у меня девчонка. — Ну, есть кого. — Ты-то не хочешь нас навестить, а? — О, не. Позже. Чуть-чуть попозже, лиса. Мне тут-то надо подготовиться к зиме. Ты уж ведь сама знаешь. Дел цель на море. Вот если бы ты меня на свадьбу пригласила, о, то да, то совсем другое дело. А так? Чего я туды попруся? Оно надо мне. Но после этого разговора с дедом на душе стало действительно чуть легче. Наверное, отец прав. Все действительно идет из головы. Ну, а откуда еще? С куда вы? Сама себе внушила. Сама теперь и мучайся там. А когда хотела снова сесть на лавочку, ощутила резкую боль внизу живота. И настолько резкую, что аж дышать перестала. Господи! И она согнулась. А это еще что такое? Мам! И сейчас же к ней подбежал Пашка. Тебе не холосо? Немного, да, зайка. И она зажмурлась от боли. А на лбу испаренно выступила. Может, это доктала вызвать? Сейчас, сейчас. Я чуть-чуть посижу. И мне станет лучше. И спустя несколько секунд острая боль сменилась ноющими спазмами. Но после такого мощного приступа в теле закончились все силы. И Лиза забрала Пашку и кое-как доплелась до дома. А у двери она снова прихватила. И бедняжка прислонилась спиной к стене. И задержала дыхание. Однако через какую-то минуту опять немного отпустила. И вот, добравшись до дивана в гостиной, так и легла, не сняв пальто. На второй этаж идти не рискнула. А Пашка устроился на ковре с кучей новых игрушек. К счастью, больше приступы не повторились. Но ноющая боль осталась. Остался осадочек. А к вечеру добавилась еще одна неприятность. Тошнота. Теперь предположить причину столь ужасного самочувствия было уже несложно. Лиза словно от удара током подскочила и помчалась в ванную прямиком, где под раковиной в ее косметичке хранилась эта заветная коробочка, которую купила неделю назад на случай задержки. Как-никак незащищенный секс имел место быть. Только вот до месячных еще несколько дней сразу же мысля промелькала. Этого еще не хватало. Дрожащими руками сорвала целлофан с коробки и достала тест. Через минуту положила плоский футляр на край раковины и замерла в ожидании. — Мам! — раздался стук в дверь. — Ты тут-то? — Да, зая, скоро выйду. — А можно мне взять питенье? — Оно высоко там лежит. Я сама тебе сейчас достану, ладно? — Ладно. И он так и сел рядом с дверью и начал разговаривать с машинками. А у Лизы так и слезы на глазах навернулись. В окошечко теста смотреть было страшно. Ужасно страшно. Но одеваться было некуда. И когда заглянула, она все-таки расплакалась. Снова на те же грабли. — Какая же ты идиотка! Дубль два. Там было две бледно-розовые полоски. Все. Допрыгалась бесхребетная дура. Она Соколова такое зло взяла, что захотелось прямо сейчас ему позвонить и крикнуть в трубку всего одно слово. Ты мудак! Навовсе. Хотя еще вопрос, кто в этой истории виноват больше. Кто мудак? Евгений, которому всю жизнь было плевать на других. Или она, которая уже всецело испытала на себе весь его эгоизм. Угу. Эго. Из ванной она вышла полностью опустошенная, с красными опухшими глазами и треклятой и тошнотой еще в придачу. Жене она ничего не скажет. Нет. Между ними и без того полнейшая неразбериха. Да уж. Здравствуй, дорогой. У нас все сложно. Но я беременна и от тебя вторым ребенком, да? Поздравляю. Да. И пока Пашка ел там печенье, сидя верхом на барной стойке, Лиза перекладывала остальное печенье из разорванной упаковки в разноцветную шестяную банку и мысленно ругала себя самыми последними словами. Да так увлеклась, что даже не заметила, как вернулся Женя. И он зашел на кухню, осторожно положил на стол букет ее любимых пионов, успокоительное, и уже собрался подкрасться, как сын испортил всю эту охоту. Прливет, папа! Прливет! Прозвучало точно гром среди ясного неба, отчего сердце Лизы пропустило этот удар, а Соколов буквально врос в пол. Их обоюдное молчание длилось всего минуту. Но ощущение возникло, будто это было несколько часов. И нарушил его Евгений. Он подхватил Пашку на руки и сразу же отвернулся, чтобы не показывать Лизе покрасневшие глаза. Все остальные рассказы и все вообще аудиокниги находятся в нашей библиотеке снизу в описании, вот здесь, под видео, в плейлисте все аудиокниги. Там все наши истории, вся целая библиотека в наших рассказах идут, включаются все автоматически, кстати. Дуже даже удобно. Нажимаешь и вспышь под них. Вот такое радио. Не забывайте подписаться, ребята. И не забывайте, конечно, кто хочет помочь нашему каналу, стать спонсором, снизу тоже есть все ссылки в описании. Донаты, шматы и так далее. А на сегодня что? А на сегодня уже все. Споки-ноки. Увидимся. Пока-дого. Субтитры сделал DimaTorzok